Встанем для молитвы перед чтением Торы. Встанем для молитвы перед чтением Торы. Встанем для молитвы перед чтением Торы. Дальше опять не сильно приятные события. Умирает Аарон, брат Маше и Мириам, первосвященник Израиля. После этого события повествуют о победе над царем Арада. И видим опять очередной ропот израильского народа, вследствие чего наказание и чудо с медным змеем. И заканчивается наша глава победой над Сигоном царем Амариейским и Иогом царем Васанским. Вот такая вот очень плотная, насыщенная глава интересными событиями. Где-то они печальные, где-то они удивительные, где-то они непонятные. Но сегодня я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели историю, послужившую поводом к серьезному решению Всевышнего, который лишил Маше и Аарона права войти в обетованную землю. Но прежде чем перейти непосредственно к самому комментарию, хочу прочитать слова апостола Якова из Бритхадаша. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». И Бог ожидает от нас, друзья, чтобы мы не просто понимали Писание. Он ожидает от нас, чтобы мы то, что узнаем, применяли в нашей повседневной жизни. И сегодня я хочу разобрать определенные уроки, которые Тора нам показывает и которые мы должны применять в нашей жизни. Сам отрывок – это история, 20 глава, со 2 по 13 стих. Читать я его не буду, вы сможете сделать это самостоятельно, но вкратце расскажу. История эта разворачивается на 40-м году в блуждание израильского народа по пустыне. К сожалению, как мы видим, новое поколение, которое должно было войти в обетованную землю, оно идет путем своих отцов. Они ропщат, народ ропщат опять. Им не хватает еды, им не хватает воды. И Бог дает повеление Маше и Аарону, взяв, взять жезл, взять жезл, который находился в мешкане, в святом, святым предлицем Бога, который, этот жезл последний раз использовался приблизительно 40 лет назад. Если вы помните, в период войны с Амалеком, это была история, которая последний раз описывает использование жезла в действиях Божьего народа. Мы видим, что предысторией войны с Амалеком была опять-таки история с ропотом Израиля, именно конкретно при желании получения воды. Но вы знаете, что в этот раз Бог дает повеление взять жезл, но сделать не как в прошлый раз, а сделать, извести воду из скалы посредством слова. Но почему это так? Потому что у Бога было новое начало для Божьего народа, и это должно было стать новым периодом в жизни Израиля. Мы об этом поговорим чуть-чуть позже. И после прочтения этого отрывка, в котором мы читаем, что по определенным причинам Маше, он ослужился и ударил по скале дважды, мы видим, что вода, она действительно пошла, но участь этого вожжа и его соратника Аарона немножко изменилась в плане Божьем. И когда мы читаем этот отрывок, у нас возникает с вами вопрос. Я думаю, у многих возникает вопрос. Почему? Почему столь великий человек, почему столь великий Божь, который посвятил всю свою жизнь для служения Богу и израильскому народу, человек кратчайший, человек, который говорил с Богом уста, кустами, совершив этот один проступок, был так строго наказан? Возникает другой вопрос. Почему Аарон, который не бил по скале, понес подобное же наказание? И вы знаете, размышляя о данном отрывке Торы, я начал понимать, что очень часто мы приходим к Богу с подобными вопросами и задаем, почему те или иные события происходят в нашей с вами жизни. Но скажу, друзья, что данный вопрос, вообще вопрос к Богу, почему это происходит, он не совсем правильный. Проходя те или иные испытания в нашей жизни, Богу не надо задавать вопрос, почему. А если и задавать вопрос, почему, то его надо задать прежде всего себе. Богу же можно задать вопрос, для чего. Для чего Он допускает те или иные события в нашей жизни. И в этом вопросе нам с вами очень надо серьезно понимать, что есть наша ответственность. Через все Писание проходит красной нитью истина, которая говорит, что Бог праведен и истинен. К сожалению, мы как несовершенные люди. Писание пишет, что всякий человек лжив. И в процессе своей жизни, из-за того, что мы несовершенные, мы делаем не совсем правильные поступки, за которые очень часто несем ответственность. И вы знаете, например, вот взять если историю в отношении ответственности за свои действия, если человек, к примеру, 10 или 15 лет употреблял наркотики, то неудивительно, что у него будут проблемы со здоровьем. Ну, не правда ли? Это естественно. И в такой ситуации, если человек болеет, ну, глупо задавать, за что меня постигло такое наказание. Это плод. Это плод твоего выбора, твоих неправильных каких-то действий. Бывают, правда, и исключения. И мы в Писании видим исключения, ярким примером которого является жизнь Ио, который ничего не совершил, но проходил определенные испытания. Но я скажу вам, что это единичные. Такие случаи, они единичные. И их можно пересчитать на пальцы одной руки. Как правило, человек, он несет ответственность за свои решения, за свои действия, которые он когда-то совершил. И, к сожалению, мы все согрешаем. И, как пишет Писание, что праведного нет ни одного. И, по сути, это основы веры. Мы должны понимать, что так оно и есть. Праведного нет ни одного. Но эти основы, мы зачастую, нам свойственно забывать и приходить к Богу с вопросами. Почему? Почему так? А почему так? Смотрите, в книге пророка Даниила написано. Ибо ты, ибо праведен ты во всем, что сделал с нами. И все дела твои истины, и пути твои правы, и все суды твои истины. Вы знаете, но можно сказать, а как же милость Божья, которая превозносится над судом, да? Я думаю, вы слышали такие моменты, что когда люди так говорят. Можно сказать, что мы, уверовав, получаем прощение, и мы теперь благословлены, проклятие ушло. Я скажу, друзья, что действительно мы прощены, и мы спасены, но ответственность за наши поступки никто не отменял. И Божья любовь и милость, она как раз выражается к нам с вами именно в нашем спасении. И несмотря на то, что мы с вами, уверовавши, по-любому делаем неправильные вещи, правильно? Бывает, что мы прегрешаем пред Богом. Милость Божия к нам в том, что мы по-любому оставляемся Его народом. Милость Божия в том, что мы не теряем нашего спасения. Конечно, и это человек может сделать при определенных условиях, если он начинает произвольно грешить, забывая о жертве Христовой. Но я хочу сказать, что в формате правильной жизни в любом случае мы несем ответственность за наши поступки. И поэтому в ситуации, когда возникает в подобных ситуациях, в подобных дискуссиях, а мы можем их видеть и в своей жизни, и в общине, что люди начинают дискуссировать на тему, почему, за что, апеллировать, когда им начинают говорить правильные ответы, апеллировать. В подобной ситуации стоит вспомнить одно прекрасное местописание, которое написано в послании к римлянам, 9 главе, это 14-21 стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит Фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы правоведано было имя Мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его? А ты кто человек, что споришь с Богом? И изделие скажет ли сделавшему Его, зачем ты меня так сделан? Не властен ли горшечек над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого? И первый, друзья, урок нашей недельной главы в том, что с Богом не надо спорить. Ему не надо предъявлять претензии в вопросах, почему те или иные события происходят в нашей жизни, потому что в этом споре он будет по-любому прав. Бог будет прав. И мы видим в нашей главе, что Машея и Аарон после такого приговора, они смиренно приняли то, что услышали из уст Божьих, но продолжили свое служение Богу и Божьему народу. Но, друзья, перед этими последствиями, которые мы видим в нашей истории, были определенные действия. И мы видим, что великий вождь Израиля, Машея, он разгневался и сделал неправильный поступок. Бог сразу отреагировал на этот поступок, сказав следующие слова. «И сказал Господь Машея и Аарону, «За то, что вы не поверили, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». На Машеи и Аароне, как на руководителях Божьего народа, была большая ответственность. Они должны были в данной ситуации явить святость Бога. И ведь действительно, если мы посмотрим, Бог в основном, Он являет себя через действия своих людей, своих детей. Когда мы исполняем Божью волю, нечто особенное происходит, как и в собрании, так и в нашей жизни, потому что Бог хочет являть Себя через нас. И как мы с вами знаем, что народ Израиля, он как раз и должен был своей жизнью явить Бога, принципы Божьи, Его устрою Божьей. И момент, когда мы поступаем по Его воле, мы несем эту святость. И именно поэтому Бог и назвал нас святыми. Подобно себе, Он свят, мы знаем, что Он свят, и Он назвал нас с вами святыми. И знаете, друзья, в данной ситуации для народа Израиля, это был, как я сказал уже, один из очень важных моментов в его истории. И мы можем судить это по причине того, что Бог дает Маше повеление достать лжезл. Как мы с вами знаем, лжезл представлял человека как Божьего посланника. И если мы помним, то когда при участии лжезла было явлено всегда прямое вмешательство самого Бога. И жезл, он использовался именно в ключевые моменты истории израильского народа. Вы помните, наверное, что все казни, практически все казни, они были с участием жезла. И то, что вода должна была пойти посредством слова в этот раз, а не жезла, жезл должен был просто присутствовать. Но Бог, Он сказал Маше достать, чтобы очередной раз подчеркнуть представительство Маше как представителя Бога, и то, что Бог хочет сделать что-то особенное. И то, что вода должна была пойти посредством слова, подчеркивает вот как раз нам именно эту историческую важность. И почему? Потому что народ находился на пороге вхождения в обетованную землю, и этот народ, он должен был понять, что божественное действие, божественное обеспечение, божественное водительство, оно всегда будет в народе Израиля, и не должно быть упования на какие-то Божьи атрибуты. Бог говорит, нет, я в действии буду с вами, я в этот раз, я буду действовать особенным образом, и это действие будет продолжаться с вами во всем периоде дальнейшего вашего завоевания Земли и дальнейшей вашей истории. И рассматривая вот данный отрывок Торы, вот мы можем видеть, что объяснение Тора не пишет сути, вот что же такого сделал, в чем преступление Маше, а видим, ну, как бы только само действие. Комментаторы Торы, они объясняют этот момент следующим образом, что это недосягаемо для объяснения. Вот человек не может понять, почему за столь малейшее наказание такое тяжелое взыскание. Это, ну, его проступок недосягаем, как бы для человеческого понимания. Тора же, она говорит явно для нас, что лидеры, в частности Маше и Аарон, которые были связующим звеном между Богом и Израилем, они не поверили Богу. Это написано. Они не поверили Богу. И мы можем видеть из этого, что уровень их ответственности перед Богом и народом был настолько велик, что достаточно было одного вот этого небольшого проступка, чтобы понести столь серьезного наказания. И для нас это, друзья, тоже урок. Он показывает, что служение Богу это не просто какая-то такая праздная привилегия особенных людей, а в большей степени это ответственность. И чем больше ранг служителя, тем больше его ответственность перед Богом и перед Божьим народом. И, друзья, в связи с этим Писание как раз-то, оно нас и предупреждает. Я прочитаю, опять же, несколько местописаний. Написано в послании Якова, в третьей главе, «Братья, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Рав Шауль в своем послании первым Коринфянам тоже в третьей главе говорил именно к служителям. Если мы внимательно посмотрим, то там обращение идет к служителям, чтобы они смотрели, из чего они строят духовный дом людей, которым они служат. И я говорю это не для того, чтобы отбить у людей желание стать служителями ни в коем случае, потому что, опять-таки, Писание говорит в первом послании к Тимофею, третьей главе, что верно слово, если кто епископство желает, доброго желает. Я это говорю, чтобы люди, приходя к служению, чтобы уже те служителя, которые есть в нашей общине, они понимали свою ответственность перед Богом и перед Его народом. А народ и община, они помогали служителям в ихнем служении. И если мы вспомним, то в послании евреям написано как раз об этих взаимоотношениях. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Но ответственность людей во взаимоотношениях это уже третий урок, о котором мы, возможно, если Бог позволит и живы будем, поговорим в следующий раз. Я скажу, друзья, сегодня мы вынесли для себя такие простые два урока, но в этой истории их гораздо больше. Я вот, к примеру, насчитал восемь уроков. Времени просто, чтобы их рассказать, надо, наверное, около часа, минимум. Но важно не знание этих уроков. Знаете, знание – это дело хорошее. Важно применение. Поэтому свой комментарий я хочу закончить опять словами же того же апостола Якова. Это мы начали с его слов и заканчиваем. Это часть одной мысли. Якова, 1 глава, 25 стих. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Давайте будем применять уроки Торы, и это принесет нам счастье. Баруха Шем.